В Шимкенте запустили крупнейший завод по производству керамогранита. Это важный инвестиционный проект для страны. Пока мощности производства позволяют покрыть потребности отечественного рынка на треть. В дальнейшем на предприятии планируют полностью обеспечить внутренний рынок собственной керамической плиткой. По словам специалистов, это удешевит строительство. Завод в индустриальной зоне Жулдыз построили всего за два года. Масштабы проекта впечатляют. Здесь собрали печь длиной более километра. Инвестиционный проект реализовал предприниматель из Китая. Завод получил налоговые преференции, чтобы обеспечить его конкурентноспособность на рынке. Раньше большая часть этой продукции завозилась в Казахстан из других стран. Но товар тяжелый, а значит логистические расходы высокие и, как следствие, удорожание строительства. Теперь себестоимость уменьшится. Сырье для производства – кварцевый песок. Будут поставлять из Казалардинской области. По мере выхода на полную мощность планируется увеличить объемы продукции более чем в два раза. Сегодня исторический день. Мы открываем самый большой в Центральной Азии завод по производству керамогранита. Это первый этап. Как видите, есть еще свободная территория. Производство будет расширяться. Будут создаваться еще новые рабочие места. В Шымкенте работа Акимата с инвесторами хорошо налажена. Сюда нас пригласили. Мы в течение года запустили весь процесс здесь. По СНГ очень много наших проектов. Нам есть с чем сравнивать. На заводе будут выпускать 12 миллионов 770 тысяч квадратных метров керамогранита в год. Этот проект также ориентирован на экспорт. С 1 октября повысили пенсии, но убрали компенсации на электроэнергию в Кыргызстане. Об этом сообщил начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской республики Женышбек Мукамбетов. Он напомнил, что 28 июня президент подписал указ о мерах по индексации с 1 октября 2024 года пенсии, назначенных в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании и эффективном использовании средств республиканского бюджета. Им утвержден коэффициент индексации размеров страховых частей в размере 18%. По его словам, эти компенсации составляли от 200 до 312 сумм в зависимости от размера пенсии. При расчете пенсии не учитываются надбавки и компенсационные выплаты. Также этим же указом предусматривается, что размеры пенсии, не достигающие после повышения 6900 сумм, будет доведена до этой суммы. Это сумма прожиточного минимума пенсионера за 2023 год. Мы видим, что те меры, которые принимаются правительством, властями республики, позволили значительно улучшить экономическую ситуацию Кыргызской республики, что также повлияло, как ранее я сказал, повысить заработную плату. И вот сегодня настал черед, когда повышается пенсия, основная страховая часть пенсии. Во Франции с января следующего года прогнозируют рост стоимости автострахования на 4%. Главные причины – это подорожание запчастей и стоимости услуг сервисного обслуживания. Страхование гражданской правовой ответственности водителя во Франции является обязательным. Справку из страховой компании требуют уже при постановке автомобиля на учет. Тем не менее, согласно официальной статистике, 680 тысяч автомобилей на дорогах страны циркулируют без страховки. Отсутствие полиса для водителя наказывается штрафом в 3750 евро. Интересно, что стоимость страхования электромобиля во Франции бороя обходится дешевле за счет различных бонусов. Согласно официальным данным, количество происшествий на дорогах постоянно снижается, как и факты краш автомашин. Но на стоимость страхования это никак не влияет. Услуги страховщиков с каждым годом становятся все дороже. Средняя стоимость каждый год растет. В этом году во Франции она около 640 евро в год. Опять-таки, это средняя стоимость. Она варьируется и от региона, и от города. Есть, соответственно, факторы еще и профиль водителя, тип машины. Ну и, естественно, аварийная история. Вот. Есть также еще коэффициент бонусы, малюсы. Если у вас нет аварий за какое-то определенное количество времени, обычно это около двух или трех лет, варьируется, то, соответственно, у вас накапливаются бонусы, и цена уже может уменьшаться. Вот. А если у вас аварий все больше и больше, то это малюсы, цена увеличивается. Если уже количество аварий превышает какую-то квоту, то автостраховщики, они могут даже отменить контракт и расторгнуть контракт без согласия даже страхового лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова